Здравствуйте! Сегодня я, Алексей Загороднюк, и программа «Легенды и мифы дачных участков» приглашает вас в легендарное место – Стрельну. Теперь Стрельна – это уже черта Санкт-Петербурга, а когда-то сюда приезжали те, кто искал покоя и уединения. Здесь были дачные дома графов Суворовых, Орловых, Львовых, балерины Матильны Кшесинской. Но самым первым дачником Стрельны был, знаете кто? Петр Первый. В западной части будущего Константиновского парка для императора построили небольшой деревянный дворец. Вокруг него Петр задумал разбить сад на европейский манер – с террасами и портерами, четкими линиями каналов, а главное – с каскадом фонтанов, не хуже, чем у французского короля. В 1710 году в Стрельне было начато масштабное строительство, в том числе устроен специальный пруд. Он должен был служить основным резервуаром для фонтанов. И сооружена пристань Дамба. Поначалу своему деревянному дворцу, вот он у меня за спиной, царь-реформатор уготовил роль Петербургского Версаля. Но от идеи этой пришлось отказаться, потому что устройство фонтанов в Стрельне было безумно дорого. В итоге столице фонтанов стал Петергоф, это чуть дальше от города. А у себя на даче Петр занялся огородничеством. Во время своих поездок в Европу царь перенимал не только научные и технические новшества, но и кулинарные. Если ему нравилась какая-то еда, то почему бы, считал Петр, необходимые для ее приготовления ингредиенты, не высаживать здесь, в России? Так, благодаря Петру, впервые в России появились невиданные овощи. Какой экзотический для России овощ был впервые выращен в Стрельне? Спросим у народа. Скажите, пожалуйста, вот какой экзотический для России овощ был впервые посажен и выращен в Стрельне? Не знаю. Помидор? Нет. Репа? Может, капуста? Может быть, томат? Может быть, лимон? Апельсин? Наверное, который больше всего нуждается для человека, это картофель или что-то такое. Возможно, картофель, наверное. Стрельна стала своеобразным испытательным полигоном для такого экзотического заморского овоща, как картофель. 300 лет назад картофель был экзотикой. По легенде, Петр лично высадил у себя на огороде два мешка картошки. Кроме того, царь привез в Россию еще три культуры – редис, салат латук и совершенно экзотические для нашей страны артишоки. Садоводство с экзотическим названием «Фабрика счетных приборов» расположено рядом со Стрельной. Людмила Пахомова, в отличие от Петра Первого, не сажает ни лук-порей, ни сельдерей, ни картошку, ни редис, ни артишоки. Однако ее участок считается местной легендой. Совершенно справедливо, потому что Людмила, так же, как и царь-реформатор из своих поездок по России и Европе, привозит новые впечатления и воплощает их на своем участке. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Мы в начале участка. Да. Собственно, мое увлечение садом, камнями, как вы видите, началось вот именно с этого места. Захотелось мне здесь сделать ракарий такой небольшой. Ну, то есть, трудно сказать мне по стилю, определить, что такое именно ракарий. Но это вот, эти растения были небольшие, тогда постепенно все разрослось. Людмила, я смотрю, вот для начала вы камешки-то выбрали. Ого-го! Ну, это спасибо моему мужу, что он, конечно, это помогал таскать. Ну, в общем, собирали камни повсюду. Поехали купаться, и там где-то на озере нашли. В поле люди картошку собирают, мы камушки. Так это же доброе дело. Доброе дело. Вы же поле очищаете. Да, очищали, да. За эти годы было, в общем, этих камней, как вы увидите, в общем, натаскано довольно много. Я думаю, что на грузовичок потянет. Наверное, не на один. Не на один даже, да. Ну, вот это все на легковой машине, в общем, все перевезено. Невероятно. Скажите, пожалуйста, а как называется эта вот синего, кажется, света трава? Ну, это называется живучка. Живучка? Да, название у нее аюга есть, надо так сказать, официальное. Ну, мне живучка нравится больше. Это такой символ вообще. Она живет везде, она не обижается, что ее стригут. Она красиво цветет в июне такими синенькими, такими свечками. Очень замечательное растение. Хорошо она затягивает вот эти все щели какие-то. То есть там, где растет живучка, как бы сорнякам нечего делать. То есть один раз посадил? Да, 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 да. Она прислушаетесь к совету, Людмила. Прислушайтесь. Она цепляется. Как надо бороться с сырниками? Это еле такая подушка видная. А вот это бадан, он замечательно цветет в июне таким розовым. И под снег он выходит уже в таком виде, он зеленый. И кроме того, вот у него есть листья вот такие вот, которые коричневые, видите, вот такие вот, лист старый. Его на Алтае заваривают и пьют. Он содержит много полезных там каких-то витаминов. Вот уже завязший именно лист. Вот такой именно лист заваривают и пьют. Ничего себе. И сколько надо вот на чашечку чая или на чайник? Три там листочка вполне достаточно. Я ходила в поход по Горному Алтаю, и вот там мы заваривали, и там местные жители нас научили к этому. Ясно. А теперь вот давайте посмотрим, откуда эта идея к вам пришла. Пойдемте. Вот потрясающее дело. Вот Петру Первому не удалось в Стрельне фонтан устроить, а у вас, пожалуйста, вон фонтанчик. Как получилось? Да, совершенно неожиданно получилось. То есть мы сделали здесь пруд, потом его, правда, обновляли. То есть вот как бы метод проб и ошибок мы, так сказать, неоднократно там носили какие-то улучшения. Фонтан работает за счет погружного насоса, но, честно сказать, фонтан-то возник неожиданно, потому как проходился шланг. Мы тоже были немало удивлены этому, но обрадованы, потому что такое вот чудо у нас. Происхождение фонтана мне понятно. А вот куда эта труба ведет? А вот давайте мы пройдем туда подальше. Будет видно, откуда, собственно, берется вода. Вот такая вот горка, не горка, но это ручеек на самом деле, вот как бы горный ручеек. Труба скрыта вот в этих цветах, там за ту, и она подходит с левой стороны, вот где ракушка лежит, да? И она стекает естественным образом. Наверх подается с помощью насоса. А, ну понятно. Кто муж делал? Да, так сказать, придумаю проекты, а он уже осуществляет их на практике. К сожалению, допускаются ошибки, они, наверное, неизбежны. Это не грядки с морковкой, которые посадил строго горизонтально, все ровно, и осенью снял урожай. Вот одна из ошибок, вот она здесь налицо. То есть я в этом году захотела посадить вот эту декоративную капусту, которую безумно красиво осенью, когда все остальные растения уже просто пропадут, она будет стоять даже до минус 5-10 градусов, она так и останется. Но она испортила вид этого водоема, потому что она, ну как бы, есть определенный стиль, он задан, правильно? А капуста, она все-таки, она не отсюда, правильно? Но она из огорода. Она из огорода. Вот, то есть ею нужно было посадить куда-то в другое место, поэтому ее, в принципе, можно, ну, вообще убрать отсюда. Так, а как ее убирают? Может, вам помочь тогда? Ну, вот эту давайте мы выдерем, покажете мне помощь в этом, если сможете. Смог! Спасибо. Так, ну, передаю хозяйке. Да, да, сейчас мы ее уберем вообще отсюда. Ага. Давайте дальше пройдем, тут еще одну ошибку посмотрим. Ну, и где здесь ошибка у нас? Я пока не вижу неопытным глазом начинающего садовода. Вот эта, скажем, грядка называется миксбордер, и я убедилась, что в ландшафтном дизайне это самая сложная композиция. Вот сейчас мы не все цветы видим, здесь только вот анимона японская цветет, мята мексиканская, и вот это растение имеет неприличное название пасконник. Мало того, что при создании миксбордера нужно, чтобы был передний план, где растение пониже, нужно соблюдать высоту растений и цветовую гамму. Ну, например, желтый здесь цвет будет неуместен, потому что, ну, он будет такой, как бы, сельский, такой садик, такой пестрый, некрасиво. Если пятна есть цветовые, то они должны быть большие и цветов там, ну, 2, 3, 4, скажем. Вот это вот ошибка. По цвету подходит, по сроку цветей не совпадает, то есть они в одно время цветут, а по высоте я никак не ожидала, что оно вырастет такое, оно же выше, чем я, понимаете? В результате оно заполонило все, и остальные все растения, они просто потерялись. Поэтому это тоже ошибка. При создании ландшафтной композиции следует подбирать растения, сочетающиеся по стилю. Огородные культуры обычно нарушают единство композиции. При оформлении миксбордера, смешанного цветника, необходимо высаживать растения в соответствии с их высотой, чтобы передний план не перекрывал задний. Подбирать цветовую гамму из небольшого количества сочетаемых цветов. Использовать растения с разными сроками цветения, обеспечивая постоянную декоративность цветника. Так, ну вот теперь я вижу, каким образом можно исправить хотя бы одну ошибку. То есть капусту можно посадить в катки какие-то, да, и поставить в любое место, где она будет уместна. Проблема этого сада, старый сад, он достался мне от родителей. Тогда было важно засадить огород садом, столько яблонь, столько нужно было посадить крыжовника, столько малины. То есть это диктовалось, это продукт того времени, тот сад вот старый, да. И вот эти яблони, они, собственно, доживают свой век, потому что здесь высоко, вода грунтовая, они болеют. То есть уже не знаю, сколько они проживут, но пока мы не рушим то, что досталось, это память. Когда это все произойдет, естественный процесс, я хочу соединить, и вот это будет иметь продолжение. То есть это будет целая какая-то такая гряда каменная с растениями, то есть оно будет выглядеть, я думаю, интереснее. Ну, слушайте, вот насколько я помню, да, японцы вот свои каменные сады, вот они делают все-таки тоже отдельными. Или там все-таки есть система какой-то соединений? Я не знаю насчет соединений, но просто смотрю в журналы полношафтного дизайна, там есть всякие японские какие-то такие композиции. У них же минимализм, вот он поставил один камень или два, посадил там какое-то растение, вот он созерцает. Как бы у нас, я не приверженец этого стиля, поэтому трудно сказать вообще. Японский сад, мне кажется, для маленьких совсем участков. А вот ваш стиль, как можно назвать? Я думаю, что это просто природный стиль, потому что я люблю камушки, ели разного рода, там хвойнички, чтобы это было как-то, ну, я уж не знаю, в какой мере это удалось, приблизить как-то в природе, чтобы одно примерно как-то так было. Это действительно близко к природе, но сколько труда вложено, а? У меня отпуск два месяца, я преподаватель, причем я преподаю бухучет в нескольких местах и очень устаю и от людей, и от информации, поэтому я хочу вот общение с природой, и больше ничего не хочу, не хочу думать летом, мне хочется отдохнуть, а в моей голове тем более, поэтому вот я спокойно созерцаю, работаю физически, потом умственный труд должен, в общем, все-таки чередоваться с физическим. Конечно, конечно. Так, ну вот вы говорили, что хотели соединить эти две горки, но, по-моему, вот это сама по себе очень симпатично. Ну, не то чтобы соединить, но приблизить, мне кажется, что она будет выигрышнее, то есть вот когда они будут ближе, будет выигрышнее, ну так она цельная, в принципе, сейчас, видите, природный стиль здесь горец. Горец это что? Горец это вот эти розовые, в принципе, это растение такое почти полевое. Вот это тимьян цветет, вот видите, доцветает такой сиреневый. А вот принцип отбора для горки, вот что вы посоветуете? На горку растения сажают те, которые, во-первых, они не должны давать сильный прирост, они не должны быть агрессивны, потому что иначе оно все заполонит, а на горке это не нужно, придется полоть. Вот, и потом они должны быть достаточно невлаголюбивы, то есть они должны выдерживать солнце, учетом того, что здесь скудная достаточно почва, и здесь мало воды, потому что лето было сухое, иначе все это будет просто погибать. По высоте не должно сильно отличаться, они не должны быть там сильно высокие, то есть, ну, как бы оно будет смотреться, как инородное тело. Людмила, я вот правильно понимаю, как устроена вот эта каменная горка, да, выкладываются сначала камни, потом насыпается земля и высаживаются растения, да? Да не совсем так. Не совсем. Нужно, чтобы осадки задерживались, для этого делают систему здесь, ну, мелиорации, скажем так, то есть там кладется щебень обязательно, песок. Это вниз, да? Да, щебень, песок, щебень. Щебень, песок, щебень. То есть укладываются такие слои. А сколько их надо? Ну, в зависимости от высоты горки, но больше чем, у меня два слоя здесь. Два слоя, то есть щебень, песок, щебень. Песок, он забирает влагу, а щебень, ну, чтобы не было ни застоя, ни слишком такого сухого, чтобы как-то более-менее распределялись вот эти вот ресурсы. И потом уже камни кладутся сверху, иначе, если какой смысл их вниз класть, они же не будут видны. А как растения-то вот на всем этом растут каменным? А растения растут между. То есть вы выкладываете камни или сажаете растения, делаете обязательно площадку для него горизонтальную, то есть, например, вот эти хосты, вот видите, площадки, видите, они горизонтальные, чтобы растение, вот упал дождь, да, чтобы эта вода, она успела пропитаться, а не просто убежать. Вот здесь оно будет, ну, склон вот такой вот, да, как на горах. Ну, понятно, она стечет. Она просто стечет, растение останется без обеда, попросту говоря. Поэтому делать вот такие площадки, выкладываются камни там в каком-то порядке. Ну, я иногда подкармливаю, рыхлю, добавляю почву, потому что она все равно уходит, уходит, она смывает дождем. Людмила, вот такой еще у меня вопрос возник. А почему их называют альпийскими? Потому что в Альпах это все было сделано сначала, да? Ну, потому что какие-то виды, они, конечно, с горы, не знаю уж именно из Альп, наверное, они там произрастают. Вот я думаю, что вот эти камнеломки, которые вы видите, они оттуда откуда-то, потому что здесь не должны быть растения, которые требовательные, капризные. То есть здесь такие, которые выживают, выживают именно в горной местности при отсутствии осадков, влаги, сухое, солнце. То есть вот такие растения требуются, иначе это зряшный труд будет. При закладке альпийской горки необходимо создать слоистую дренажную систему из песка и щепня, свободно пропускающую влагу внутрь. На горку лучше всего высаживать растения, не требующие тщательного ухода и способные выживать в трудных условиях. Так, что у вас здесь? Это сосны горные, у них есть много разновидностей, сосна муга, то есть то, что называется пинни или пинус. То есть одно из последних моих увлечений, я их покупаю, либо там дарят студенты. И вот мы их решили оградить просто опять-таки от сорняков таким простым способом. Это остатки железа кровельного, лист забыл, к сожалению, досыпать гравий, его просто не было. Видите, вот хитрости-то какие простые. То есть просто пленка подкладывается. В принципе, можно взять полиэтиленовую. И единственное, что не надо ее плотно к растению, иначе ему нечем будет питаться, ему влага нужна. Вот это укладывается, прижимается, и сверху насыпается тот слой гравия, который необходим, чтобы закрыть. Пленку это ограничивает существенно рост сорняков, иначе через гравий все равно будет расти. А уже на пленке не будет? На пленке, конечно, не будет. А под пленку вы землю насыпаете? Да, растения вырастают достаточно большие, им нужно, в общем, питаться. Поэтому там земля. Ну что, можно тогда мне помочь, раз уж вы не успели? Да, пожалуйста, с удовольствием. Помощники нам нужны. Хорошо. Так. Сюда сыпать, да? Ну вот сюда сыпать, и вот там вот еще около края. Ну, возле колодца. Да, возле колодца. То есть я стараюсь не близко к елочке, со снега. Ну да, вот это вот все, только на пленку. Все, спасибо огромное. Вот, ну потрудились, давайте теперь можно и посидеть. Посмотреть на заваленке. У вас не заваленка, у вас просто, я бы сказал, это настоящая крепостная стена. Да, крепостная стена. Каменная кладка. Памела, вот у меня создается впечатление, что у вас какие-то особые отношения с камнем. Наверное, особые отношения с камнем. И когда вижу эти камни, где-то мы гуляем, куда-то ездим, и я вижу камни ничейные. У меня просто какое-то подкатывает чувство, у меня, наверное, клептомания. Сейчас уже на спад эта привычка пошла дурная, потому что, в принципе, уже как бы укладывать особенных негде, потому что все уже засажено, уложено, пора уже остановиться. Причем и мужа я тоже заразила. То есть он тоже тут, буквально в этом году привез машину, наша бедная легковая. То есть он, когда мы это все выложили, машина так сделала. То есть было даже слышно, как она облегченно просто вздохнула. То есть рессоры, конечно, мы там за два года сажали, так сказать, в хлам просто. И все-таки что вас так тянет к камням? Ну, это любовь, понимаете, как это мы любим, ведь не за что-то, а просто так. Вот почему-то вот я, ну, не знаю, может быть, знаки зодиака, я лев, львы вообще к камням неравнодушны. Наверное, что-то такое. То есть никаких таких предысторий к камням, в общем, не было. Я люблю камень больше, чем дерево, несомненно. Вот это ведь тоже непросто взять, посадить одну сосну какую-то, бихту, кедр. Ну, вы знаете, они нетребовательные. Они будут расти и на сухом месте, и на сыром месте, и на плодородной почве, и на оскудной почве. Они растут везде. Единственное, в плане вот планировки участка, выбора места. То есть нужно определиться вот раз и навсегда, где они будут расти, где они будут уместны, где они будут смотреться. И надо помнить, что они вообще вырастают. Давайте пройдем, посмотрим, какой станет эта сосенка через лет 6-7. Так, давайте. Вот это ваши сосенки. Да, это сосенки, которые были, собственно, посажены одни из первых. Им порядка 6-7 лет. Видно, что им здесь нравится. Открою одну страшную тайну. Какую? Для того, чтобы эта сосна кустилась и была такая вот пушистая, делается так. Вот весенний прирост. Вот они там бросили, да? Вот она кидает свою эту, вы знаете, да, зеленый побег. Да, да, да. Берутся нещадно ножницы. И, по крайней мере, одна треть этого прироста отрезается. И тогда она в это время дает еще, допустим, три побега. Видите, вот смотрите, видите, это они не сами так выросли. Это вы им помогли. А это я им помогла. Видите, и здесь три побега. Да. И здесь три побега, даже пять, да? Да. То есть на каждом из них, на несколько побегов, потому что это уже... Вот, это тоже вы вот сделали. Да, да, хорошая стрижка улучшает прическу. Украшает. Да, украшает. Поэтому с ними тоже... Не только дам, но и сосны. Да, вот иначе они будут расти такие, знаете, ну, худосочные, короче говоря, такие, разномастные и клочкастые. Вот их нужно подстригать. Еще можно вот, чтобы не росли сорняки, видите, здесь мульчирование сделано. Ну, вот грецким орехом. Так. С коробками. С коробками. То есть, ну, тут перепало нам два-три килограмма грецких орехов, муж привез. Здорово облегчает труд. И потом вот это всегда, в любое время года оно всегда радует. Да. Потому что это всегда зеленое, всегда в хорошем настроении. Как в старой загадке. Зимой, летом, одним цветом. Людмила, вот там, похоже, тоже какая-то европейская жительница. Прав, я? Только не жительница, а житель. Житель. Кипарис называется. Да, извините, он все-таки мужского рода. Кипарис. О, ну, хорош. Скажите, вообще сложно вы за ним ухаживать? Абсолютно несложно. За что вы? Он не укрывается, не подмерзает, не сохнет. Тьфу-тьфу-тьфу. И вообще, вот как бы, тех повреждений, которые, например, на коне, когда наблюдаются весенние ожоги, вот эти февральские, мартовские, на этом не было замечено. И причем, вот он тоже был куплен, ну, лет семь-десять назад, ну, восемь, наверное. Вот такой. Вот он был вот такой. Вот результат какой. А вообще, насколько он вырастает? Они же очень высокие кипарисы. Ну, сказать, поживем, увидим. Как он у нас на северо-западе приживется. Так, это вот называется растение? Это называется ель канадская коника. А, вот это вот та самая коника, о которой вы говорили. Канадская, да. И вот надо заботиться о растениях. Вот мы видим здесь результат. Тут это недостаточной заботы. То есть вот она подмерзать не подмерзает, но вот ей опасно весеннее солнце. То есть вот снега было вот уже второй год, то есть с меня ростом примерно. Мы приезжали зимой сюда, с меня ростом. То есть она какое-то время стоит полностью засыпанной. Ей не страшно в это время. А потом начинает постепенно, ну, вот февраль, март. Самое опасное время для них. Да вы что? Снежный покров начинает таять, опускаться. Вот эти верхушки выходят, и там какой-то косой луч от снега отражается, да. Они получают ожоги. То есть вот эти верхушки... Это вот солнечный ожог настоящий? Да, вот солнечный ожог, видите, вот оно. Я думала, что она вообще погибнет. То есть она была коричневая, эта верхушка, поэтому нужно с осени, не лениться. То есть где-то вот в конце ноября, ну, то есть вот до, так сказать... Ну, не все ездят вообще круглый год, да. Ну, какие-то последние поездки, да. Нужно покрывать вот этим укрывным материалом, лутросилом, мешковиной завязывать, да. То есть не надо вот так... Единственное, что, может быть, чисто полиэтиленом не стоит, потому что она может задохнуться. Там идет отпотевание, она может замерзнуть. А такие дышащие материалы просто укрыть, чтобы она не получила солнечный ожог. Ну, вот я хочу показать продукты этого года полностью. Значит, вот посажен вот этот горизонтальный можжевельник. И посажены разные оттенки зеленого. Вот это тоже рододендроны посажены в этом году. Видите, уже почечки они набрали в следующем году, будут свистеть. Вот. И посажены боданы, которые, в общем, вечно зеленые. И посажен вот этот дерен называется растение. Видите, оно зелено-белое. То есть там разные цвета. И посажены... Вот здесь просто не очень-то видно, но вот это вот растение, это называется хоста. Вот хоста, вот хоста, вот хоста. Хоста становится наиболее выигрышным на 5-6 год. То есть сейчас мы просто видим, что они действительно разные варианты зеленого цвета собраны. Ну, тут у вас просто знак, по-моему, что ты вот это форма креста, да, а вот это как цветок выложенный. Что вот это? Какой-то мистический смысл есть в этом? Да никакой мистики абсолютно. Просто выложили камнями, посадили вот эти всякие разные растения такие плетущиеся. Вот, и, значит, это вообще очередной подарок мужу к дню рождения. У меня день рождения в июле. Я всегда мужу, так сказать, говорю, дорогой, ты мне должен подарить подарок. То есть вот он опять потеет под очередным моим проектом. Вы знаете, я хочу вам еще показать один вариант, небольшой совсем участок, не такой, как вы видели, потому что он организован по эконом-классу. Давайте пройдемся. Давайте. Что у вас здесь? Это вариант эконом-класса. Очень простое решение, несколько крупных камней, камни поменьше, простые растения. Баданы, вот это называется белокопытник, в середине цимбалярия, а вот это просто осоки, они называются овсеница. Иногда показывают по телевизору, там привезли камни, поставили хвойников тысяч на 10, 15, 20. Да, хвойники всегда выигрышно, есть дорогие растения, те же самые роддендроны очень дорогие. Да, это такие варианты для, ну, скажем, для более состоятельных людей, это не все могут позволить. Да, может быть, и не нужно весь сад превращать вообще в бор. То есть это совершенно бюджетный вариант, делается очень быстро. И еще я решила одну проблему таким образом. Вот это орех, видно, да, вот они, орешки растут. И здесь, в принципе, зона такая, отчуждение, здесь ничего не растет, потому что он тянет на себя влагу, здесь тень. А эти растения, они, кстати, очень нетребовательны. То есть вы понимаете, что осоки везде вырастут, бадан вполне тенебносливое растение. То есть это закрыло зону такую, где мог бы скопиться мусор или просто расти всякие сорняки. То есть вот так вот и решили, ну, по крайней мере, это радует глаз. Такие горки тоже бывают. Людмила, иными словами, вы доказали, что можно, не тратя огромные деньжища, сделать настоящую красивую вещь, настоящую горку. Спасибо вам огромное, что вы нас пригласили к себе, провели по всему участку. Знаете, вот есть такие люди, про которых говорят, держат камень за пазухой. Вот я надеюсь, что вы не сочтете, что я держал камень за пазухой, потому что я хотел бы подарить вам вашу коллекцию вот это. Ой, какой необычный серо-зеленый. А что это за камень? Вот чего не знаю, того не знаю. То есть это камень без названия? Без названия. Ну, просто какой-то природный камень. Ну, это спасибо, во-первых, огромное. Во-вторых, это будет камень, который я называю, как все свои любимые камни, он будет называться просто каменючка. Отлично. Вот и название. Да, название, да, каменючка. Это в память о нашей встрече с вами. Большое вам спасибо. КАМЕНЮЧКА Но особый талант нужен для того, чтобы их сохранить, как это делали Петр Первый и героини нашей сегодняшней программы Людмила Пахомова. Попробуйте сохранять ваши впечатления. И вполне возможно, что вы создадите легенду. Свою легенду. Редактор субтитров А.Семкин